Организация договора о коллективной безопасности ОДКБ Военно-политический союз, созданный несколькими государствами Евразии на основе договора о коллективной безопасности ДКБ, подписанного 15 мая 1992 года. На сегодняшний день членами организации являются 7 стран, в том числе и Армения. 2 декабря 2004 года Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию о предоставлении организации договора о коллективной безопасности статуса наблюдателя в Генеральной ассамблее ООН. Генеральный секретарь организации Николай Николаевич Бордюжа. Николай Николаевич, скажите, пожалуйста, является ли участие Армении в ОДКБ сдерживающим фактором для азербайджанской стороны, которая периодически заявляет о своей готовности возобновить военные действия? Армения является членом организации договора о коллективной безопасности в соответствии с нормативным документом, который есть в этой организации. Государство, входящее в ОДКБ, имеет право получить любую помощь, вплоть до военной, в случае, если у нее возникает проблема безопасности. Конечно, это сдерживает другие соседние государства, так как наличие союзников, наличие возможности получения помощи со стороны партнеров – это очень важный момент с точки зрения обеспечения собственной безопасности. Поэтому, конечно, присутствие Армении в ОДКБ – это достаточно, на мой взгляд, положительный факт с точки зрения обеспечения стабильности на Кавказе вообще. Исходя из вышесказанного, какова была реакция организации на последние диверсии на армяно-азербайджанской границе? Мы отслеживаем ситуацию, естественно, мы контролируем, что происходит на границах, что происходит вообще в Кавказском регионе. Но я просто не вижу необходимости реагирования на это каким-то образом, потому что, насколько я понимаю, национальные формирования Армении, они справляются с этой ситуацией. Ведь международная организация, вообще система коллективной безопасности, она формируется для того, чтобы оказать содействие той или иной страны, когда национальных возможностей не хватает. Вот тогда задействуется коллективный потенциал. Пока задействуют потенциал, например, в Хиргизии, Таджикистане, в Казахстане или в Армении нет необходимости, потому что национальная система обеспечения безопасности справляется с теми вызовами, с которыми столкуются эти государства. Если вдруг ситуация изменится, тогда наши президенты будут анализировать обстановку и принимать соответствующие решения. Учитывая последние события в Иране и рост напряженности, планируется ли наращивание военного присутствия организаций на Кавказе? Ну, я не вижу пока такой необходимости. У нас было, кстати, заявление по Ирану, и наши государства сказали, что категорически возражают против любого военного решения проблемы Ирана. И предостерегли основных игроков по этой проблеме от применения силы. Это то, что касается вашего предыдущего вопроса, делали мы те или иные заявления. Теперь насчет наращивания контингента. У нас есть соответствующий механизм, у нас есть потенциал, который мы можем использовать для усиления в том или ином районе силовой составляющей ДКБ. Но для этого нужны просто основания. Пока мы не видим основания для того, чтобы взять и наращивать усилие, условно говоря, на границе Армении и Ирана. Просто нет таких показаний к этому. Если вдруг наши главы государства сочтут нужным усилить в том или ином регионе наши составляющие, мы это сделаем. У нас, собственно говоря, отработаны планы. Мы знаем, как это делать и знаем, чем это делать. Так что в этом у нас проблем никаких нет. И, наконец, последний вопрос, Николай Николаевич. Какова роль Армении в ДКБ? Какую роль она играет? Активно, не очень? То, что касается участия Армении в ДКБ, я считаю, что это один из самых активных членов. Потому что именно от руководства Армении, как правило, на регулярной основе поступают различные инициативы. Какие-то конкретные делаются шаги для развития всей системы коллективной безопасности. Ведь не секрет, что именно при председательстве Армении мы сделали очень много прорывных шагов. Ну, например, создали коллективную силу оперативного реагирования. Начали заниматься в сфере информационной безопасности. Подготовили ряд очень важных, нужных соглашений. Я считаю, что сегодня одна из самых сильных в Армении команд ориентированных на развитие страны. Не все получается, надо смотреть объективно на вещи. Армения находится в блокаде. И очень сложно сегодня так ощутимо поднять экономию, решить социальные проблемы. И вопрос не в том, что этого не хотят сделать. А вопрос в том, что очень много серьезных проблем стоит перед этим руководством. Спасибо большое за то, что согласились ответить на наши вопросы. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова